Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Priya, и сегодня мы поговорим о максимальной подготовке к рейду. Собственно, сегодня на стриме уже немножечко этим позанимался, вместе с людьми, которые чуть-чуть помогли мне в этом плане, и сегодня вам помогу. Значит, что у нас вообще идёт по этапам? Сегодня у нас 8 декабря, сегодня у нас вторник, последний день для подготовки к рейдикам. 9 декабря открывается рейдовый контент, а именно Нормал и героек замка Нафрия. Также открывается Мифик Плюс, стартует первый сезон и стартует ПВП сезон. Удачи ПВП-шарам, обновь Гладиатора, я думаю, у вас всё получится. 16 числа выйдет Мифик Рейд, замок Нафрия, и откроется первая часть Элфээра, потому что некоторые люди задают вопросы про Элфээры, думаю, это тоже стоит упомянуть. Обычно гильдии идут вечером в свои рейдики, своим сетапом, всё в этом плане замечательно. То есть у нас, например, РТ будет в 21 час по московскому времени, и до этого времени у меня очень-очень много свободных часов для того, чтобы просто-напросто апнуть свой эквип до рейда. Что получается? В 10 часов по московскому времени 9 декабря будет ресет, то есть всё обновится, можно будет апнуть свою известность до 9 уровня максимум. А на текущий момент наша известность это шестёрочка, и что мы можем вообще полезного и интересного извлечь? На 7 уровне мы можем увеличить свои ПВП-вещицы до 5 уровня. То есть, например, на нас надеты ПВП-вещицы, и в текущий момент они 171-го итем-левела, и мы можем апнуть их до 184-го. Замечательно? Замечательно. Также мы получаем улучшение для первого медиума, и мы получаем на 9 уровне улучшение для второго медиума. То есть важно знать, какой медиум, например, для вас будет лучше. Давайте глянем на примере Анхоли ДК. Всё-таки это мой мейн текущий, которым я рейдить буду. Может быть, конечно, Блад будет где-то чуть-чуть мелькать, но совсем чуть-чуть. Что у нас получается? У винтиров Наджия, а проводник Силы, тут откроется проводник Точности. Бонус имеется, окей. Театар. Бонус, тут проводник Точности, тут проводник Силы. То есть в целом всё одно и то же, только меняется тут Талантик, который влияет на Врата Теней. Но это никак на ДПС не влияет, только на мобильность. И меняется, получается, первичный бонус. Тут прок на Искусность, тут прок на Хасту. Для Анхоли ДК, скорее всего, по результатам Симкрафта, второй медиум будет лучше, чем первый при именно девятом уровне известности. Поэтому, может быть, у вашего класса что-то будет подобное и обязательно это чекните. Всё-таки какие-то цифры дэмэджа вы за счёт этого выиграете. Как уже было сказано ранее, открывается система Мифик Плюс. И в тот момент, когда открываются плюсики, мы, само собой, можем в них ходить с целью получения какого-либо эквипа. С самых обычных мификов нулёвок мы успешно лутали 184-го эквипа вещицы. Перчаточки, пушечки, тринечки, колечечки. Оделись, впрочем, в более-менее хороший эквип. Можно усилить свой итем-левел до старта рейдов, как вариант. То есть не просто же так сидеть и ждать старта рейда. Идём вторые ключики, третьи, четвёртые, пятые, шестые, седьмые, восьмые, девятые, десятые. С десятых ключиков будет максимальный итем-левел падать на текущую неделю. То есть с девятого по шестнадцатое число это 204-я добыча. С семёрок, восьмёрок, восьмёрок, восьмёрок будет падать 200-й лут. С шестёрок в 197-й. То есть подумайте, что выгодно вам фармить, что вы можете фармить и на что вы вообще претендуете. Само собой, с целью того, чтобы получить высокую еженедельную награду 16-го числа, надо будет просто-напросто закрыть хотя бы один 14-й ключик. Да, это тяжело, но это даст вам 226-ю вещицу. Что в целом неплохо. Окей, мифик плюс систему разобрали. То есть просто ходим, фармим шмот, хотя бы 14-й ключик один закрываем и всё на этом. Далее давайте немножечко поговорим о расходниках. Само собой, в тот момент, когда мы идём в рейдик, нам нужны хил-поушены, боевые поушены, фласочки, еда. Руны навряд ли пригодятся на героя к неделе, но, быть может, на ластов, как вариант, они будут хороши. Руны в текущий момент дают 18 мейн стата. Это неплохое число. Также ко всему этому, ко всем расходникам, добавились ещё точила и масла. Точила либо грузила вешается на милишное оружие с целью увеличения дэмэджа, но также можно повешать и масло. Что выгоднее именно вам? Вопрос хороший. Вы можете открыть классовые гайды, и это, в принципе, будет неплохо. То есть вы глянете всё абсолютно и поймёте. Но, если же вы хотите детально углубиться в эту механику, в эту систему, то, само собой, в этом вам поможет сайт RaidBots. Давайте перенесёмся на него в текущий момент и всё глянем. Собственно, для того, чтобы глянуть абсолютно всё, мы копируем код из игры, то есть используя модификацию Simulation Craft, копируем всю информацию, которая появится на сайт RaidBots, используем вкладку Top Gear, она самая хорошенькая в этом плане, и листаем в самый-самый низ. Тут что-нибудь кликнем, просто для того, чтобы появилась итерация, и ниже нам просто нужно будет выбрать несколько интересных моментов. Значит, мы смотрим Fight Style, какой нам интересен. Почверк — это Solo Target, а Hectic от Cliff — это просто-напросто клиф мобчиков, то есть когда есть хотя бы какой-то AOE в принципе. По-моему, это как-то так идёт. Ну, например, мы смотрим Solo Target. Нам интересен он в текущий момент. Выбираем, что нас интересует. То есть что именно мы хотим засимить — масло или точило-грузило, то есть плюс 20 Attack Power, либо Shadow Core Oil. И если мы выбираем, например, масло, то мы ещё можем potion подобрать нужный для нас, потому что суть в том, что когда мы юзаем масло, то наши поушены, они тоже усиливаются. Усиливаются именно поушены смертельной фиксации, фантомного огня, тени, экзорцизма. То есть не те поушены, которые, например, идут на гилу, на инту, на силу или на стамину. Вот. То есть если мы используем масло, то мы само собой таргетим эти поушены, симим всё абсолютно и смотрим. Я же уже всё это дело засимил, и что получается конкретно у меня? Самая лучшая сборка под соло-таргет — это использование точило-грузило плюс 190 силы на 25 секунд. Самый обычный поушен на силу. Если рассматривать сборку хектик от клифф, то что тут получается? Используя масло и используя зелье экзорцизма 5811 дэмэджа, здесь просто-напросто использую точило-грузило плюс зелье на 190 силы на 25 секунд — 5931 сим дэмэдж. То есть выбор очевиден. У меня всё просто получается. На моём ДК я использую точило-грузило плюс поушен на силу. Что будет конкретно у вашего класса? Вопрос хороший. Также ко всем этим расходникам, которые были вообще перечислены изначально, добавились накладки на нагрудник. 32 выносливости на 2 часа. Крафт лёгкий, и за счёт этого вы получите просто-напросто 640 единиц здоровья, потому что одна выносливость в текущий момент — это 20 хп примерно. В заключение скажу ещё немножечко о мировых боссах. Мировые боссы также появятся, не стоит о них забывать. Хоть у нас и нет монеток в текущий момент, может быть потом их в Shadowlands прикрутят, но всё же с мировых боссов мы можем лутануть вещицы и там левела 207. Что в принципе неплохо. То есть если вам повезёт, то это будет реально классно. Ну а если не повезёт, то возможно вам прокнет нужный босс с нужным воспоминанием, и вы сможете скрафтить себе топовую легендарочку. Это будет реально замечательно. В тот момент, когда вы зайдёте в среду, пожалуй, самое лучшее действие изначально — это апнуть известность, потом сходить на мирового босса, потом просто-напросто закупить расходники, если вы что-то не докупили. И можно ходить в мифик плюсы, заниматься фармом шмота, а с каких ключей фармить шмот, и с какого левела сложностей фармить этот шмот, решите уже сами для себя. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. Также, если есть вопросики, можете написать в комментариях. До скорого!